Добрый день, дорогие мои, это Игорь Виттель, парадокс с Игорем Виттелем. В гостях у нас председатель Федерального государственного бюджетного учреждения Российской государственной радиовещательной компании «Голос России», или просто представитель радиостанции «Голос России», профессор высшей школы экономики Андрей Быстрицкий. Здравствуйте, Андрей Георгиевич. Здрасте. У нас действительно парадоксальная тема, потому что мы, как ни странно, на радио никогда не говорили о радио, об экономике радио. Поэтому мы с вами сейчас будем эту тему досконально разбирать. Для тех радиослушателей, кто захочет присоединиться к нашей оживленной беседе, 651099,6 наш телефон, код города 495, ну, либо на странице finam.fm, на странице нашей программы «Парадокс». Пишите нам, и мы, скорее всего, вам ответим. Андрей Георгиевич, в первую очередь, конечно, хотелось бы поинтересоваться, как вообще за последние годы, на ваш взгляд, изменился рынок радио. Потому что большинство аналитиков говорили, что радио на фоне интернета теряет и в рекламе, соответственно, и в финансах, соответственно, и в возможностях. И радио все более и более оттесняется. Новым форматом места нету, потому что на них просто нет финансирования. Ну, знаете, во-первых, если называть Андрея Георгиевича, то вы Игорь. Нет, не, не, просто Андрей. Хорошо. Я себе разрешаю называть вас просто Андрей. Спасибо большое. Я, в общем, с этим согласен. Ну, приятно, что внутреннее разрешение совпадает с внешним посылом. Вот. Игорь, смотрите, значит, на мой взгляд, ситуация с радио совсем неплохая. Она разнообразна. Если вы меня спросили только о русском рынке, российском рынке или о мировом, здесь есть некоторое различие. На мировом рынке радио развивается очень неплохо. Вот. Не везде одинаково. Есть страны, в которых не очень хорошо, а есть страны, в которых радио на подъеме. Ну, прежде всего, англосаксонские страны, где радио очень популярно. Более того, пресловутая цифровизация, да, на радио идет гораздо медленнее и с гораздо большим скрипом, чем на телевидении. Тут тому несколько причин. Во-первых, у радио есть своя зона, своя ниша. Я бы сказал, шире, что это не просто радио, это слушание аудиопрограмм. Есть масса ситуаций, когда человек вполне может слушать, но не может смотреть. Ну, например, когда человек ведет машину. На кухне, там, готовит, да, ну, невозможно смотреть и готовить. А можно, а легко можно слушать. Утром, когда человек торопится, там, завтракает, еще что-то делает, он едва ли может смотреть. Конечно, есть телевизионные каналы, такие, как визуализированные радио. Ну, например, канал Евроньюз. Это, в общем-то, по своей логистике радио, просто с картинкой. Да. Вот. И если вы отвернетесь, картинка, ну, конечно, намного помогает понять. Но тут я бы не согласился с вами, потому что все-таки Евроньюз – это вещание без обсуждения. А в России традиционно популярные все-таки радиоболталки, так называемые. Евроньюз – это канал, созданный по очень простому принципу. Это же кооператив, понимаете, так сказать, когда в свое время Европейский вещательный союз решил просто, что надо сделать для Объединенной Европы какой-то общий продукт. Выяснилось, что он, так сказать, в Европе не особенно нужен, но, исходя из экономии и средств, решили туда сбрасывать все сюжеты, которые есть, и какая-то маленькая редакция их, так сказать, перелопачивает. Одна видеолента. – Комментарии на разных языках. – Ну, грубо говоря, да, как это любят говорить, войс-овер, так сказать. Вот и все. Но возвращаясь к радио. Поэтому ниша для радио есть. Способы слушания радио сейчас очень разные. Ну, понятно, есть, например, очень популярная вещь, которая вот называется медиаплееры разного рода. Ну, там, в Америке это Пандора, да, в Англии это BBC, Коюка. Ну, да, здесь это бывший BBC-шный плеер, но теперь он как бы общебританский. Это тоже очень удобный способ. – Но это все-таки не радио в типичном положении. – Это не эфирное радио. – Не эфирное радио, да. – Не эфирное радио, но это в то же время радио. То есть контент, создаваемый как радио, распространяется многими путями. Но самое любопытное, что классические формы радио по-прежнему сохраняются и даже, я бы сказал, развиваются. В ряде стран до сих пор популярны средние волны, как в Соединенных Штатах, например, АМ-вещание. Пока главное в разговорном радио. Знаменитая станция Тентен, так сказать, которая вот одна из самых таких крутых в Нью-Йорке и прочее, она, ну, сколь я знаю, вот, она как вещала на М, так и вещает, так сказать, очень популярно. – Но так опять-таки, понимаете, мы говорим сейчас не примеры России. И, видите, вы приводите Тентен, а американский рынок рекламы, в том числе и радиорекламы, он не соизмерим по масштабу, с российским рынком рекламы. Там есть место для нишевых, не просто для болталки какой-нибудь, как Тентен, который действительно крупнейший, одно из крупнейших медиа в Америке, но и, допустим, отдельного радио для лысых и одноглазых, да? – Ну, бывает такое. – Да, то есть, как бы, денег достаточно, рекламодателей, которые пойдут в эту нишу, достаточно, чтобы небольшое радио могло себя кормить. В России, я помню, просто вот последний раз на тему экономики радио я говорил лет пять или шесть назад, правда, в телеэфире, говорили, что вот сейчас будет все хорошо, пойдут деньги на радиорынок, и, может быть, появятся нишевые радиостанции, которые смогут. Но если посмотреть на судьбу очень многих радиостанций, они так и не взлетели в финансовом смысле. – Игорь, смотрите, какая тут вещь, вот, я могу ошибаться, это гипотеза, то, что я говорю, это гипотеза, предположение. Сколь я знаю, если я не прав, вы мне скажите, в прошлом году объем рекламного рынка в электронных медиа в целом вырос процентов на 15. – Ну, примерно, да. – В том числе и на радио. Говорят, есть такие сведения, что в первом квартале этого года было некоторое снижение. Говорят, что оно не так велико, и что, в принципе, это типично для этого один года, чуть-чуть больше, чем обычно в среднем это происходит. Но, вместе с тем, смотрите, если говорить о рынке, есть же ведь еще одно соображение, а не слишком ли много у нас игроков на рынке? – Много. – Вот почему, например, радийщики всего мира сопротивляются цифровизации? Потому что они говорят, смотрите, вот, скажем, Париж, да, там разговор, французы любят послушать разговорные радио, да, там, сказать, Францинфо, так сказать, до сих пор достаточно популярная, молотилка и больше ничего. Ну, и так далее. А они говорят, нет, вы что, у нас рынок более-менее устоялся, у нас станции стоят дорого сейчас, да, они дорогие. А вы туда хотите впустить, благодаря цифровизации и цифровому сжатию, гораздо больше станций. И что, и чему это приведет? К тому, что… – Порог входа на рынок будет сильно занижен. – Конечно. – Можно будет выходить с элементарными устройствами. – Да. – Это в любом случае происходит. – С цифровизацией, без цифровизацией. – Именно, поэтому в этом смысле получается, что по идее, по идее, рынок, ну, есть такая мысль, сам отрегулирует. У нас разговорных станций сейчас в Москве, если пять лет назад их было штуки четыре, да, то… – Ну, побольше, да. – Ну, может, пять-шесть, но сейчас их раза в три больше. А рекламный рынок вырос, ну, предположим, в два раза. – Меньше, да. – Даже меньше, вот, ну, вырос, вырос, бесспорно. – Ну, получается, что на одну станцию приходится меньше. – Вот, я с этого и начал. – Значит, ну, тогда вопрос следующий. Тогда чему жаловаться на, так сказать, недостаточность финансирования? Что происходит у нас? – У нас происходит, у нас именно, думаю, в России происходит следующее. – У нас идет очень интересный процесс, ну, в больших городах, да, когда, мне кажется, население, по мере формирования среднего класса, так называемого, да, население начинает потреблять больше информации. – А, и повторю с того, чего я начал. – Аудио, форма потребления, вот, через уши, без использования глаз, чрезвычайно экономически выгодна с точки зрения времени дня. – Читать газету, конечно, очень приятно, там, с чашкой кофе и так далее, если у вас для этого времени. – Но если вы человек, движущийся, например, там, занимаетесь, там, бегаете по дорожке, там, или, там, вокруг дома, или, вокруг, там, квартала. – Вы потребляете аудиопродукты. – Конечно. И получается, и это интуитивно все чувствуют, что людей, которые настроены на такое экономичное, с точки зрения времени потребления аудио, к тому же, это самый дешевый способ потребления. Он вообще дармовой. Компьютер стоит гораздо дороже радиоприемника. Маленький радиоприемник, который, к тому же, в телефон бы часто вмонтирован, он вообще ничего не стоит. Наушники, копейки. Радио – самый дешевый способ. – Так рекламодатели-то почему так не считают? Почему рекламодатели не идут более энергично в радиосегмент? Я с вами абсолютно согласен, тут спорить не о чем. Вы правы, действительно, это так все и есть. Но при этом рекламодатели упорно пересматривают свои бюджеты, как в сторону телевидения, это тут понятно, у них мозги промыто, они по-другому мыслить не могут, так и в сторону интернета. Значит, смотрите, они, конечно, переработаны. Во-первых, рекламодатель считает, что ему гораздо проще, сколько я их знаю, этих рекламодателей, что, конечно, там, где есть глаза, там эффективнее. Потому что, ну, услышал, забыл, да, там, телефон запомнить невозможно по радио. Там ты хоть его раз в восемь повтори, но если человек введет машину, как он его запишет? Ему, значит, для этого надо влезть на сайт или куда-то еще. Ну, здесь невнятно все. После выпуска новостей, если не возражаете, буквально минуту. Ну, что ж, мы возвращаемся в студию, где я беседую с Андреем Быстрицким о судьбах радио. Андрей, простите, прервал вас. Вы знаете, ну, прервали нас новости обоих, что очень хорошо. Вот, смотрите, есть еще один аспект. Во-первых, помимо особенностей рекламы на радио, вот именно на радио, есть еще... Андрей, микрофончик поправь, пожалуйста, чуть-чуть, потом бороды трется. Да-да-да, ну, все, хорошо. Нам лысым проще. Да-да-да-да-да. Ну, я на самом деле тоже, в общем-то, лысеющий, я бы сказал, вот, знаете. Вот. Так вот, возвращаясь к этому делу, проблема еще в том, что, во-первых, есть своего рода кризис. И очень многие товары, которые, по идее, должны были рекламоваться на радио, они потребляют сейчас меньше. С другой стороны... То есть, FMCG-рекламодатели крупные не пришли? Не пришли, и есть еще одна особенность. У нас, как я понимаю, ну, очень значительная часть продукции, которая предназначена для такого рядового потребителя, она производится за пределами России. То есть, собственно, российская промышленность, она не очень развита. Ну, особенно, вот, в секторе, так сказать, бытового. Ну, понятно, микрофоны, стаканы, как не смешно. Но очень много предметов быта произведено не здесь. Вот. И это приводит к тому, что... А они приходят брендами такими. И отсюда они попадают в некоторую систему распределения, где они... Где у них заранее распределены все каналы рекламы продаж. То есть, радио надо биться за свои продажи. Плюс ко всему, как я понимаю, многие крупные... У нас же рекламные холлинги, они большие, да? Чтобы хорошо продавать рекламу, я так понимаю, надо иметь много клиентов. Ну, как много поставщиков рекламы, так и много способов распространения. Тогда рекламная контора, она формирует такой пакет. Предложение, да? Да. И она там здорово, ну, сколько я знаю, достаточно умело манипулирует. Я, честно говоря, ничего дурного, никакого смысла в это не вкладываю. Это просто природа этого бизнеса, да? Она прикидывает, как, куда, что, где, каким образом собрать. И радио остается немножечко на обочине, потому что телевизионная реклама все-таки дороже, да? И на этом меньше внимания. Вот. Ну, и еще раз повторю, кризис, да? То есть, ситуация такая, что все рекламные бюджеты обрезают, ну, или в какой-то степени обрезают. Я слышал недавно от коллег из газет и журналов, которые говорят, ну, как, вот телевизор, это реклама, в общем, ну, такого, товаров повседневного спроса. Люксовых товаров там нет. Люксовые товары идут в нишу. В нишу, да. Специализированные журналы. Да, да. А потребление, как считается, сейчас несколько падает. И отсюда, вот, проблемы у печатной прессы, она в том, что они тоже теряют рекламу. Хотя, печатная пресса потребляется и будет тоже потребляться. Да, безусловно. Но все равно видоизменяется. Вот недалеко сегодня закрылся журнал DVD Total, по-моему, да? Причем для меня вообще существование в 2013 году журнала, у которого в заголовке есть слово DVD, уже становится подозрительным. Ну, я согласен с вами абсолютно, потому он, видимо, и закрылся. А много, вот посмотрите на кризис 8-9-10-го годов, да, сколько закрылось. Потому что очень большое количество людей открывали, просто покупая журнал для жены, для любовницы, просто для себя в качестве развлечения. Посмотрите, сколько прессы закрылось. Много было просто стартапов, но нашли, извините за выражение, лоха инвестора, который тоже закрылся, да. Это исчислялось десятками. Радио закрывшихся, мы, если и припомним, ну, всего ничего, да. Ну, я бы сказал так, их перепродают. Их перепродают. Они не закрываются, но приводится новый аккаунт, потому что FMK все-таки ценность. Да, то есть частоту это как медальон такси в Нью-Йорке, его не так легко получить, поэтому... Да, их счетное количество, и это высокая ценность. Но, на мой взгляд, проблема в следующем. Опережающий рост радиопредложения по сравнению с ростом рекламного рынка приводит к тому, что возникает временный дефицит. Он накладывается на общеэкономические осложнения. Ну, там, кризис не кризис, там расходятся люди в понимании. Кризис это такой тотальный или это какие-то осложнения. Но, тем не менее, факт есть факт. Ситуация несколько, ну, так сказать, не очень благоприятна. И поэтому напора, как на я точка зрения, я опять-таки могу ошибаться, напора денег на рекламный рынок нет. Более того, вот я там еще понимаю, что есть страшная инерция. Она, например, требует, чтобы бренд, он тоже радийный, да, он вот прожил какое-то время, чтобы к нему привыкли. Вот есть такой тяжелый период. И на телевидении, кстати, то же самое. В интернете реклама, конечно, растет, вы правы, но тоже не такими темпами. Безусловно, ожидалось гораздо больше. Более того, конечно, выяснилось одна удивительная вещь. Невероятно дорогостоящие проекты, то есть там капитализация колоссальная, а поток денег сравнительно маленький. Ну, там, Фейсбук, потрясающая вещь. Почему? Они же сначала акции поднялись, а потом посыпали, и ощутимо. Почему? А потому что, ну да, там есть доходы, но они совсем так велики. Так, это, в общем-то, понимаете, для человека, разбирающегося в экономике, это абсолютно очевидно. Потому что даже не надо смотреть на Фейсбук, можно посмотреть историю взлета и падения Насдака, там, в 99-2000 году. Происходило то же самое. Инвестор почему-то начинает верить в сказку и в то, что чудеса бывают. В маленьких гномиков начинает верить, в добрых фей. Ну, мы видели, как капитализация компании росла в 30-40 раз за день. Да, да. А вырастало все в сотни раз. Но, тем более, если внимательно посмотреть, то Фейсбук сделан, к сожалению, людьми весьма криворукими. Это далеко не лучшее, что можно было бы сделать. И самое интересное, что аналогичные проекты, сделанные, возможно, отчасти более умные, занимавшие свою нишу, и технологически более совершенные, типа MySpace, они, вы слышите о них сейчас? Ну, то есть, они где-то существуют, да? И таких примеров много. Альтовиста, Лайкас и так далее. Вот если говорить об интернете. Интернет вещь гораздо более скоская и для рекламодателя отчасти менее понятная. Но, тем не менее, да, если посмотреть динамику рекламы в интернет на Западе, в так же Соединенных Штатах и у нас, становится грустно, да? Ну, тогда возникает вопрос. Ежели, как бы, радиостанции становятся больше, а денег не растет, соответственно. У нас есть выход либо как-то технологически удешевлять продукт, либо придумывать что-то новое. Почему я до сих пор ни разу, практически ни разу не слышал о каких-то новых проектах, о радио в симбиозе с чем-то. Говорили про интерактивное телевидение, говорили про трипл плей, говорили про конвергенцию телевидения с интернетом, про все, что угодно. Но нормальную конвергенцию интернета и радио практически никто не сделал. И даже та же Пандора, в общем-то, интересная музыкальная вещь. Это просто сервис, не более того. Да, в России он пока закрыт, то есть, если официально вы не можете им в России пользоваться. Но это вопрос авторских прав. Да, это тоже очень много возникает в связи с этим. А технологический прогресс тоже не стоит на месте. Подкасты появились, в принципе, любой человек, все, селся, и микрофон. За максимум тысячу долларов он имеет высококачественную достаточно аппаратуру, возможность вещать. Еще немного, и в FM-то он, конечно, не влезет, но возможность получения интернета... Он в онлайн может вещать, и человек в наушниках бегающий вокруг... Если там есть Wi-Fi какой-нибудь... А 4G стало появляться, уже все. Осталось совсем немного, и это будет очередной удар по традиционному радио. Смотрите, я не думаю, что это будет удар по традиционному радио. Вот. Дело, конечно, это сложное, и на мой взгляд, это очень многомерное. Мы имеем дело с большим количеством измерений. Ну, вот, с одной стороны, для того, чтобы слушать радио, в принципе, хватает 56 кбит в секунду. Это чуть плоховато. 128 – абсолютно нормально. Это, в общем, поток копеечный. Пока удерживают людей от слушания этого радио, во-первых, не везде Wi-Fi, вот. Во-вторых, это деньги стоит, и это, соответственно, резко удорожает радио. Так это эфир-то дармовой. Но, тем не менее, это вопрос времени, здесь с вами согласен. Другое дело, что производство качественного контента и хорошие ведущие – это большая проблема. И я вот наблюдал, я не буду, так сказать, коллег назвать по именам, но я могу сказать, что хороших ведущих – раз, два и общался. На большинстве станций хороших ведущих – один, два, три, много четыре человека. Вот. Есть некоторые исключения. Поэтому то, что десятки людей выйдут в этот самый, в этот самый, в интернет, я большой проблемы не вижу. Так, а не только же о говорилках, мы с вами говорим, существуют, уже я видел сервисы, да, то есть я сам даже их тестировал в свое время. Я могу абсолютно легально, с отчислениями за авторские права, транслировать музыку, как диджей, просто подбор музыки, которая нравится мне, с меня легально отчисляют посредник, который занимается вроде бы легальной распределением, и, пожалуйста, все, я в эфире. Что касается болталок, опять-таки, простите вас, перебью, есть некая иллюзия, да? Мы считаем, что вот мы знаем хорошо иллюзию этой радиостанции, аудиторию этой радиостанции, эту и эту, да? А выясняется, когда, в принципе, то же самое было с видеоподкастами, если вы посмотрите на ютюбе, для меня это чудовищно, там всякие плюс сто пятьсот или прочее, да? Какие-то мальчики с гайками в ушах, несущие неимоверную фигню. Но у них колоссальные просмотры, по миллиону. Это нам с вами это неинтересно. Это традиционная аудитория радиостанции неинтересна. А вот этой вот молодежи, которая к нашему ужасу растет у нас на глазах, а им это в кайф, и они получают доступ вовсе не к тем замшелым ведущим, которые вы или я называем хорошими. Они получают доступ. Они сами могут начать вещать и найдут свою радиостанцию, аудиторию. Знаете, вот наше обсуждение с вами, оно напоминает план многотомного сочинения о природе потребления контента. Любого контента, да. Да, в современной новой информационно-коммуникационной среде. Значит, аудитория. Но она всегда была такой. Никогда не было большинства аудиторий заинтересованы в новостях. Она так устроена. В лучшем случае 10-15% населения интересуются новостями больше, чем из одного источника. Всем остальным это все побарабанно. Это в лучшем случае. А скорее всего меньше. Я согласен вам, там 100-500, Гангдем Стайл, и так далее. Ну, это чума просто. Какая-то фигня. И в этом Ютубе потребляют не весь что. Ютуб это такая мировая свалка. В принципе, как там масса ценного. Ну, как на любой помойке, там куча ценного. Выбрасывают целые вещи, очень хорошие. Можно подобрать. Но вместе с тем и куча ужаса. Ну, такова ситуация. И, на мой взгляд, методологически мы должны понимать, что все равно радио попадет вот в этот новый мир. А мир интернета, или хотите, новые среды коммуникационной. И там, в этой новой среде, складывается параллельное общество. Где будут медиа, где будут торговые площадки, кинозалы, магазины и так далее. Что есть интернета? Ну, вы правы, про DVD говорили. Соответственно, сейчас что делают? Сейчас, ну, кто же сейчас покупает DVD? Да? Ну, нет, можно, конечно. Но... Высококачественные, ну, скорее уже Blu-ray, не DVD. Да, да, да. Это еще пойди попробуй купи. Мне, например, нужен с английской дорожкой английскими субтитрами. Так нет же, оказывается, прав нет. Да, торрент. Ну, мы же не можем с вами обсуждать, естественно, торрент. Кстати, на торрентах, к сожалению, тоже падение качества продукта не в плане качества, да? А в плане того, что раньше на торрентах можно было скачать и полную версию, с пятью языковыми дорожками, с субтитрами. Ну, и сейчас можно. Я готов с вами поспорить, правда, не в эфире, даже скользкая тема в свете последнего. Нет, ну, я противник классической системы авторских прав, я сразу скажу. Я тоже. Я идеологический пират тоже. Я тоже противник классической. Я считаю, что нынешнее авторское право, продукт копирайтной идеологии, ну, нам надо перейти на новости, вернемся к этому. А мы вновь в эфире, где с Андреем Быстриским спорим, а точнее, даже соглашаемся, скорее, о судьбах современного радио и современной медиа. Опять я вас привел, Андрей, продолжай. Да нет, я просто хотел сказать, что нынешнее, мы, по-моему, остановились на авторском праве и на ограничении. Мне кажется, что, вот, если говорить серьезно об этой среде, авторское право и вообще, так сказать, позиционирование человека в этой среде должно быть радикально изменено. Я сторонник очень простой идеи, странной, идиотской. Я считаю, что, ну, я назвал это интернет гражданством. Примерно следующим образом. То есть, грубо говоря, мы же хорошо знаем, что разного, там находятся разного рода ресурсы. Многие из них паблик-домейн уже давно. Ну, например, Чарли Чаплин. Захотим, будем показывать. Вы можете на сайте своей радиостанции выложить хоть всего Чарли Чаплина. В принципе, к вам претензий быть не может. Это принадлежит всем. Вот. Тем не менее, за качеством Чарли Чаплина с Маск могут взять копеечку на отдельных ресурсах. И понятно, почему. Потому что они вложились, они там, у них электричество потребляется, у них сервер есть, у них там какой-нибудь дядечка сидит. Им надо что-то платить. Я, в принципе, не против. Поэтому упрощение системы платежей, вот, ведение учета, и тогда, на мой взгляд, нынешнее авторское право, которое стоит, на мой взгляд, не на стороне автора, а на стороне копирайтера, то есть того, чего... Естественно, человека, который присваивает себе, в общем-то. Да, да, да. Я, опять-таки, не против копирайтера. Я согласен, что они вкладывают часто большие деньги в этот проект. Я совершенно не против, чтобы они получили за них деньги. Но я против того, чтобы создавались искусственные совершенно барьеры, фактически, своего рода гетто, для современных способов потребления. И, в принципе, это международный вопрос, не только российский, не только американский. Я считаю, что... Я, кстати говоря, вот, мы же делали какой-то доклад недавно на эту тему, продолжаем сейчас эту работу. Вот с коллегами, и даже из российского государства и правом, и не только с ними мы обсуждали, в принципе, конечно, это международная правовая проблема. Ее все понимают, ее надо решить. Но пока, вот, получается, взаимный, по разным причинам, решение никто не находит. Хотя, оно требует просто, ну, радикально другого подхода к организации. Потому что крупные корпорации, которые стоят на страже своих интересов, никогда в жизни без боя не сдадут свои деньги. А это вот, помню, мы с вами разговаривали о том, почему там, я условно говоря, медленно внедряется, нет передов... А потому что... Инерционность мышления крупных корпораций. Не только инерционность. Вот в свое время, вот разные типы дисков. Когда были диски популярные, да? Ну, сейчас тоже, конечно, много чего можно... На 33, на 45, на 78. Нет, нет, я имею в виду, когда возникли многослойные диски, вот эти для блюры. Ведь... А, даже более простой пример. Когда еще были кассеты, если помните, был VHS... VHS был и Betamax. Betamax, да. Betamax. Betamax был удобнее, компактнее, лучше. А победил VHS. Потому что... Это так же, возвращаясь ко многим передовым вещам. Ну, потому что уже внедрили. Уже закуплено оборудование. Уже Sony произвело. Уже все у всех есть. Ой, это качеством лучше. Но это уже сделано. Столько денег вложено. Поэтому это не просто инерция мышления. Это еще инерция денег. Вложено рисковать в новое. Ну, как... Ну, смотрите, все переделать. Я вот слышал от многих людей занятых, совершенно других, вещах, как переработка нефти. Что, по идее, мембранные технологии лучше. Я не знаю, лучше они или не лучше. Ну, столько придется внедрять и столько биоломать. А уже столько, пона, столько вложили. Такие денежища. Ну, это работает. Работает. А это, возможно, будет работать лучше. Ну, давайте, когда это сломается, то сделаем что-то новое. А, ну, это уже есть. Так же и в многих вещах. Но, возвращаясь к судьбам радио и его экономики. Я с вами душевно, как сказать, что радио, на мой взгляд, несмотря на что, не должно терять свое главное преимущество. Возможность слушать, несмотря. Это вот его, так сказать, сущностные характеристики. С другой стороны, вы говорите, вот, о сочетании с интернетом. Попытки визуализировать студии дают ничтожный результат. Нет, я не об этом говорю. Я как раз не знаю даже, о чем я говорю. Я пытаюсь нащупать это. Что может быть идеологически и технологически. Что, конечно же, очевидно, очень хорошо потребляется. Именно в интернете. И даже в России. Это вот всякого рода сервис, интернетовский сервис, связанный с возможностью сформировать или свою индивидуальную повестку, ну, иерархию программ, или прослушать программу, которую ты пропустил, а которую хотел прослушать. Безусловно. Вот. И это, собственно, и делают все эти медиаплееры или сами станции. Вот сейчас же есть такая дискуссия по поводу, не знаю, там, не касаясь какой-нибудь табуирной темы у вас, Москва-ФМ. Угу. Вот. В принципе, сервис-то понятный. И они делают, вообще-то, дело, я сейчас не о правовой стране вопроса говорю, они делают дело, которое постребовано. Люди это потребляют. Это очень удобно. Я, например, обратил внимание, что, если я за границей, да, я часто не могу получить доступ к эфиру своей радиостанции. А вам нужно прослушать что-то. А мне хочется прослушать что-то, да, там, условно говоря, где там, я через интернет. Так вот, Москва-ФМ открывается, она с запозданием и так далее. Она же делает и онлайн, и оффлайн, и все, что хочешь. И в качестве в любом абсолютно. И в качестве премии. Там просто отставание серьезное по времени. Ну, это другое дело. На этом построены вот все эти и Пандоры, и всякие плееры. Это соединяется с интернетом. И там это неплохо работает. Во всяком случае, так, что это приносит прибыль организаторам. Ну, и, наконец, самое, на мой взгляд, важное, конечно, все-таки, тем не менее. Увы, а в ходе конкурентной борьбы кому-то придется прекратить вещание. На ваш взгляд, да, вот, если сравнивать аудиторию. Ну, мы уже говорили, в машине, наверное, одна из самых популярных аудиторий. Аудитория более, наверное, возрастных слушателей, которые склонны к традиционным потреблениям. Это те, кто домохозяйки и люди, пенсионеры, скажем так. А ведь в машине, по идее, вот то, о чем вы сейчас говорили, для меня бы сделать так, чтобы я не слушал линейную одну радиостанцию. А, допустим, у меня был подбор, я хочу послушать новости в заданное время, breaking news, если они произошли по ходу. Потому что я вот еду, там, часто слушаю разные радиостанции, и мне не нужно, чтобы мне каждые полчаса давали одни и те же новости, да, или повторяли одни и те же анонсы. И мне бы хорошо было бы, чтобы, вот, там, первые полчаса я слушал, там, каждые полчаса я слушал новости, первые 10 минут, условно говоря, путешествия, биржевой вестник, возможно, сделанный другой радиостанцией, через 15 минут. И при этом я бы это все имел, опять-таки, возвращаясь к технологиям Wi-Fi 4G, наверняка появятся новые технологии, которые позволят беспроводном, не в приличном качестве, это все получать в машине. Вот если это все двинется в эту сторону, тогда вы не будете привязаны к одной радиостанции, вы будете потребителем контента сразу нескольких, и это запутает рекламодателя еще больше. Не уверен, что запутает, но в эту сторону уже все двинулось. В телевизоре, да. И в радио тоже, просто медленнее, чем в телевизоре, но двинулось. Ну, во-первых, сейчас создана, так называемая, одна из форм гибридного радио, разное гибридное радио есть, вот, это следующее, вы едете на машине, у вас работает FM, которую вы любите. Вы въехали в зону бесплатного Wi-Fi, она... Может подгрузить мне в этот момент. Она переключится сама, она выберет, что вам нужно. Если там у вас кончился эфир, то есть, ну, там, не знаю, эфирное вещание. Это есть. Второе. Вот то, что я, вот вы сказали, когда вы выбираете программы, я это называю про себя индивидуальный информационный профиль. Ну, вот, ну, действительно, я же знаю, что я хочу послушать. Мне удобнее всего послушать новости. Я вот еду на машине, ну, чтобы там не крутить, лапа мне, я знаю, хочу здесь, здесь и это, вот, я знаю там кто-то. Вот, я действительно могу это осудить. Такое программирование, в принципе, возможно. Другое дело, что им будет пользоваться меньшинство, это, оно сложно. Вот, но это, это все есть. По новым директивам в Европе и в Штатах тоже, кстати говоря, уже не радио не способны принимать мультисформированные сигналы, то есть цифровое, эфирное, FM, там, АЭМ, спутниковое, прямое, как Sirius Solaris, вот эта американская штука. Это очень клевый, на мой взгляд, просто потрясающе. Вот, такие приемники не выпускаются. Сейчас же есть возможность там проехать всю Америку, условно говоря, антенна размером с шариковую ручку, вот, и вы будете получать прямой спутниковый сигнал. Вот, вот, ваша радиостанция, ну, тоже мой фонарь, если она там была бы, если человек едет из Чикаго в Сиэтл, он все равно будет слушать эту радиостанцию в хорошем качестве, потому что спутник будет постоянно ему давать. Там и геостационарные спутники, и быстро летящие, там большая группировка. Вот 7 или 28 миллионов абонентов, они просто решили это сделать платно, вот, по-моему, там дело застопорилось. Ну, я сейчас, я последнее, там, время не проверял их ситуацию, но вообще это очень популярная штука. На машинах, которые берутся на парокат, написано. Такая же вещь сейчас и в Европе. Единственный же спутник Астра, такая вот, который они хотели вот из Толсатого вместе запустить, он, по-моему, как-то часто бывает со спутниками, взлетел не туда, вот, значит, и он там как-то там болтает. Кто появляется? А вы, кстати, верите в платное радио? Понимаете, я, скажу так, в платное радио я не очень верю, вот. Вот. Радио часто бывало платным, в Европе, во всяком случае. И до сих пор в Европе радио, например, BBC или там какой-нибудь там Deutsche Welle, оно, в общем, платно. Ну, потому что вы платите абонентскую плату. Да, license fee. Часть идет радио, поэтому это раз. Второе. Есть радио по подписке. Вот. А других способов сделать его платным не было, потому что, ну, подписка добровольная пожертвована, скажем так. Но сознательные люди, вот, по-моему, в Франции было такое радио музыкальное, оно появилось в то время, помните, был такой фильм, там, на пиратской волне, нельзя было вещать, по морю ходил корабль, туда вещать. Вот в те времена было очень, так сказать, принято поддерживать такого рода радиовещание, вот, и потом была такая традиция, долгое время она продолжалась. Ну, вот. И в лобовом виде платное радио не верю. Но, если мы бы ввели бы некоторую более порядочную, более логически, целесообразную и человечную систему пользования интернетом и платы за него, тоже, вот в интернет-гражданстве это свой род, license fee за интернет. А вот в интернете, если потребление, там, сайта, там, еще чего-то есть, то его, оно фиксируется автоматически. Особенность интернет в том, что мы знаем про аудиторию, но, в всяком случае, про IP-адреса, все. Ну, понятно, что можно подделать, сделать боковой ход, но в этом варианте, если, а большинство людей, я думаю, достаточно здесь рационально, если появилась бы такая, что, вот, пошел в интернет, заплатил, там, x рублей, там, а они распределяются согласно популярности. Это автоматический процесс. Абсолютно, вот, с точки зрения современного, современного, везде господствующего социализма, так сказать, особенно в Европе, вот, это вполне прозрачная вещь. А как вам кажется, идеологически в России радиопространство менее зашорено, чем телевизионное? Я думаю, что менее. Вообще, радио, я всегда любил радио больше, чем телевидение, хотя я работал и там, и там. И можно сказать, радио, во-первых, интеллектуальный. Это медицинский факт. Почему так, неизвестно. Самое удивительное, что на радио девушки красивее, чем на телевидении. Это тоже необъяснимый факт. Вот, но это вот абсолютно точно известно. Из многочисленных практических наблюдений. Вот. И радио... А вы говорите, визуализация студии, в общем-то, не окупает. Наоборот, нужно говорить, на нашей радиостанции самые красивые девушки. Вы никогда их не увидите на телевидении. И не надо их видеть. А голос гораздо более притягательный и эротичный вещь, чем кажется на первый взгляд. Вот я с вами соглашусь. Поэтому это фантазия здесь важнее, чем изображение. Как там Пушкин говорил, довольны с вас. У вас своеображение в минуту дорисует остальное. Конечно, абсолютно. Так вот. И... На чем остановились-то? На девушке. На девушке. А, нет. Так вот, поэтому радио, оно менее зашорено. Оно более открыто. Оно более смело. И более того, оно более разнообразное. Особенно разговорное. И в силу того... И более того, оно, как ни смешно, на мой взгляд, еще и тому же более сбалансировано. В нем в силу... Ну, тоже глупостей, конечно, хватает. Но в целом радио дает более сбалансированную, более классическую с точки зрения журналистики картину. Когда есть разные точки зрения, когда есть какая-то отстраненность. Ну, конечно, опять-таки, разные ведущие. Ну, обилие радио и его быстрота, его доступность и необходимость говорить не показывает. Она приводит к новостям. Ну, вот буквально через минуту мы и вернемся в студию после выпуска новостей. Ну, что ж, время летит быстро, и мы возвращаемся уже в эфир. Заключительную часть нашей программы, где мы с Андреем Быстрецким спорим о судьбах радио. Вот буквально секунду послушаем радиослушатель. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к Андрею Быстрецкому. Точнее, даже не вопрос, а просьба продолжить свою мысль, которая прозвучала в начале программы, относительно того, как он видит будущее все-таки цифровых интернет-радиостанций нишевых. И какова их перспектива с точки зрения того, что все-таки сейчас блоги очень популярны, как вы знаете. И многие блогеры, и первые сотни по тем деньгам, которые они зарабатывают, могут соперничать со многими СМИ. Может быть, именно нишевые маленькие радиостанции, которые рассказывают, может быть, о новостях какого-то района отдельного. И, может быть, там о том, где трубку прорвало. Может быть, тогда и популярность новостей будет больше, чем... Спасибо, Владимир. Я присоединяюсь к этому вопросу по поводу блогеров, которые зарабатывают больше, чем СМИ. Знаете, мне, например, старый неприличный анекдот, так вы тоже говорите. Да-да-да. Вы знаете, я вам скажу так. Ну, во-первых, я уверен в том, что профессиональная журналистика в целом своих позиций не потеряет. Я не сторонник теории, что блогеры перебьют и заменят собой профессионально. Не исключено. В интернете сейчас лидируют серьезные профессиональные новостные коллективы. Блогер – это интерпретация, это разговор, это площадь, где люди делятся мнениями, это продолжение курилки. Часто они имеют колоссальную аудиторию и действительно иногда очень хорошо зарабатывают. И они важный элемент современного ландшафта. Но не надо одно подменять другим. Что касается интернет-вещания, то, в принципе, вот есть такой же термин – индивидуальные масс-медиа. Они не обязательно и деньги должны люди иметь. Я вот по долгой службе имею дело с кучей русскоязычных радиостанций по всему миру. Их довольно много. Некоторые из них довольно серьезные коллективы, а некоторые действительно индивидуальные масс-медиа. Человек, который зарабатывает, он просто вот действительно так в онлайн, на свой там околоток, где живет там 200-300 русскоговорящих, может быть там 2000, он утром вещает час, рассказывает новости какие-то, еще что-то. Для него это не способ заработка, хотя иногда он… А можно ли это превратить в способ заработка? Можно. В известном смысле можно. Правда, тяжело получается. Я вот с изумлением убедился, что в Германии, где очень много русскоговорящих, но они рассеяны, дисперсны. И там есть русскоязычная радиостанция, которая вещает хорошо, так сказать, и так далее. Но она бедствует. Почему? Потому что рекламы продать очень сложно. Их, они вещают по-русски, и никакой рекламодателя не можешь понять, что ему, за что он платит. Нет, а почему? Местные рекламодатели, магазины, это то же самое, что в Нью-Йорке, WMNB и прочие местечковые радиостанции. Нет, ну это просто, они, аудитория рассеянная. Ее надо вычленить из, то же самое в Бронксе происходит, ее надо вычленить. То есть, если при подписке на кабельные каналы понятно, кто за что подписывается, то при таком эфирном вещании рекламодатель плохо это понимает. И вот несколько раз эти люди, которые там вещают практически, ну не то же бесплатно, но достаточно в значительной степени на энтузиазме, на пожертвованиях, они говорят, там, ну вот, давайте там, сколько это уже, 500 тысяч человек в районе русского района Берлина. Если они скинутся в год по одному евро, один евро в год, это более чем достаточно для жизни этой радиостанции. Вот, вполне. Но не скидываются. Поэтому это вопрос людей, их организации. А вот, возвращаясь к этой теме, я просто вспомнил рассказ такого Сержа Шмемана, необычайно интересного человека, который... Сына известного проповедника. Да, 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 писателя какой-то очень хорошего. Так вот, Серж сейчас один из ключевых игроков в Нью-Йорк Таймс, в Нью-Йорк Таймс и в Интернешнл Герой Трибюн. И вот он говорит, что Интернешнл Герой Трибюн испытывает тоже большие сложности с рекламой. Она рассекается, особенно реклама фильмов и так далее. И он вообще-то видит в перспективе для профессиональных медиа выход в поддержке общественных фондов. Он считает, что это гораздо более перспективно. И я на самом деле сначала подумал, очень скептически к этому отнесся. А теперь я, чем больше об этом думаю, тем больше полагаю, что формирование таких общественных фондов, это не значит, что этот фонд будет управлять станцией. Вполне возможно выход, потому что изобилие медиа огромное. И вот размывание рекламного рынка, неизбежно происходящее, приводит к тому, что больше всего страдает от этого качественные, профессиональные и высокозатратные средства массовой информации, которые собирают информацию, посылают корреспондентов, приглашают хороших авторов. Они несут большие расходы, создают популярный качественный продукт, который размывается на этом рекламном рынке. Как им из этого выбраться? Ну вот он предлагал создавать именно такие вот действия через общественные фонды. Они, кстати говоря, есть в Европе во всяком случае. В России пока нет. Я как раз легко вижу, что люди, которые испытывают потребность в появлении идеологически, допустим, близкой радиостанции, или не только идеологически, допустим... Да просто качественные. Качественные люди, которые хотят слушать, допустим, качественную оперную музыку, они готовы платить за радиостанцию, которая транслирует качественную оперную музыку. Тут же, правда, возникает вопрос авторских прав. Либо обсуждающую, действительно, не знаю, вопросы облысения. Если это кого-то тревожит, то тут уже авторских права никакие, тут нужен ведущий, эксперты и так далее. Она, в принципе, очень небольшая радиостанция. Мы опять говорим о нишах, да? Но по дорогозатратным радиостанциям, с серьезной аппаратурой, с серьезной инфраструктурой, действительно, существующая ситуация бьет больнее всего. И тут надо действительно придумывать, мне кажется, какие-то новые способы, может быть, технологического удешевления вещания. Ну да, это тоже, нет, цифра дает удешевление вещания. В принципе, место в мультиплексе, оно, если ты его получаешь, то, ну, это, правда, FM тоже недорогое вещание, ну, сколько там, не знаю, не буду называть цифру, но мультиплекс еще дешевле. Вот. Удешевляет. Но для, ну, создание контента становится главной проблемой здесь. И оно самое затратное. Я, при всем уважении к любому блогеру, блогер все равно питается, ну, если только... Вторичная информация. Конечно. Он агрегатор и дистрибьютор. А контент кто-то создал. Ну, за исключением той истории, когда у него под балконом его дома столкнулись два автомобиля. Вот тогда он действительно, так сказать, может вполне конкурировать с любым агентством новостей. Но как только он ограничивается тем, что он... Ну, дальше он ограничивается только тем, что он прочитал. Значит, так радиостанция тоже не агентство новостей. Вы много знаете радиостанцию, у которой, собственно, курпункты их раз-два и обчелся. На самом деле мы все потребляем информагентство. Конечно. И если бы мы сейчас с вами сидели, беседовали не на вольную тему, обсуждали бы какую-нибудь новость, там, войну в Сирии или события в Египте, мы бы тоже как бы не были источником новостей. Мы создаем контент, обсуждая. Тут блогеры, ну, действительно, я знаю там с десяток других блогеров, которые способны что-то умное и интересное сказать на тему Ближнего Востока или Африканского рога. Спору нет, спору нет, они тоже опираются на те же агентства, но, во-первых, блогеры в большинстве своем, собственно, на агентскую информацию не подписаны. На самом деле мы имеем дело с сетевой информацией, тоже очень хорошее. Я ведь не говорю, что одно хуже другого, я просто утверждаю, что одно не вытеснит другое. Я тут с вами не спорю, я абсолютно согласен. Не вытеснит, но видоизменит. 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 Знаете, я говорю, человечество жадное и способов коммуникации ни одного не отказалось. Я всем задаю вопрос. Вот была такая резьба по бересте, она исчезла или нет? Понятия не имею, думаю, что нет. Нет, на березах до сих пор пишут, так скажем, в деревне, там, Вася плюс Маша равно любовь. Это же тоже как-то коммуникация. Другое дело его место. Это не берестяная грамота, но, тем не менее, существует. Там появилась фотография, но живопись не умерла, ее место изменилось. На ваш взгляд, простите, перебью, что сейчас более живо и более близко, точнее, более близко к вымиранию? Не к вымиранию, а к серьезному видоизменению. У печатных СМИ или радио? К видоизменению? Или телевидении? Я думаю, что наибольшие переживания будут все-таки у печатных СМИ. Я тоже почему-то издакую ощущение. Именно наибольшие переживания, они не исчезнут. Но они становятся, так сказать, такой, как бы, такой вещью уже, ну, не то чтобы куртуазной, ну, я не знаю, как это вот выразить. Но это на любителя, да? То есть, ну, читать в журнале на бумаге или читать, так сказать, в интернете. Ну, конечно же, удобней в целом в интернете. Но иногда хочется. Нет, удобнее на iPad. В том-то и дело, на любом планшетнике, который заточен под журналом, это уже нельзя назвать печатные СМИ. Но самая большая проблема, на мой взгляд, что нового, ничего добавленного, то, что ValueEdit называется, печатные СМИ, перейдя на планшетники, да, а очень практически сейчас смысла нету покупать. Берешь себе в App Store и качаешь журнал. Но ValueEdit они практически новые не придумали. Там, ну, где-то видео добавили, где-то звук. Но серьезную возможность, которая заложена в этой технологии, ребята, делайте новый продукт, делайте конвергентный продукт. Так нет же. Ну, смотрите, тут такая вещь. Есть серьезные успехи в этом деле. Вот Washington Post, например, да, или New York Times, они твердо совершенно создали электронную версию, которая все-таки отличается от бумажной сильно. Есть издания, которые себя называют газетами, Huffington Post, например, да, которые абсолютно интернет-издания. Я вот, я думаю, что они добавили. Я с вами согласен, в принципе, что они добавили достаточно мало. Вот, но, опять-таки, только на мой взгляд, но получилось очень любопытно, что вот эти самые New York Times и Washington Post в силу своей, так сказать, могущести, разветвленности сетей и так далее, они постепенно обошли новостные сайты, любые иные агрегаторы в интернете. Они сами по себе оказались страшно популярными. Туда все приходят. Был период, когда они просели. Потом они выправились и пошли немножечко, наверное, очень любопытно. Я, честно вам скажу, я до конца сам не понимаю, что происходит. Я могу сказать, что я там вот все знаю. Я чувствую, что процесс тут сложный. И куда как повернется, мне до конца не ясно. Но все-таки с радио прогноз на ближайшие пару-трех лет в России. Кто умрет, кто останется не обязательно с именами. Нет, я думаю, что с радио в ближайшие годы, если не будет серьезного ухудшения экономической ситуации, будет нынешнее такое тяжеловатое выживание. Какие-то одна-две там станции как-то будут загибаться. Я даже примерно знаю, какие две ближайшие. Вот, да не скажу. Вот, значит. А вот. Но потребление радио растет. Немножечко, но растет. Не будет, я считаю, расти и дальше. А ниши новые появятся какие-то? Я уверен, абсолютно. У нас очевидные есть ниши. Вот недавно обсуждали с коллегами. Ну, например, ниши у нас, как выясняется, большая потребность классической музыки. А ниша, она не до конца занята. Там все лишь одна радиостанция или там полторы. Вот. Разговора просто расплодилось много. Потом познавательные станции. Не до конца решенный вопрос вообще в целом. Это, кстати, интересно очень. Вот все, нишу, которую занял ВИАСАД, National Geographic, Discovery. А тем не менее, познавательные станции могли быть... Более того, они по ряду причин могли быть очень экономически такими, ну что ли, рентабельными. Потому что у них очень контента сделано уже много. Да, вот. И, на мой взгляд, это, так сказать, следующий шаг. Да, вот. Вопрос просто, кто-то должен рискнуть на это дело пойти. Вот. И тут нужна творческая концепция какая-то. Это какой-то удобный замысел. Потому что, как сделать? Потому что познавательные потребляются неплохо. Вот пример там некоторых наших коллег, которые внедряют элементы познавательности, оказывается любопытным, продуктивным. И наблюдение с точки зрения, вот, когда там пытаются... Ну вот, и все. Ну и продолжим. В ближайшее время с Андреем Быстринским, председателем радиостанции «Голос России». А с вами завтра в то же время. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.